В региональном Роспотребнадзоре считают, что ситуацию с распространением коронавируса во Владимирской области можно назвать стабильной. Благодаря соблюдению владимирцами антиковидных мер заболеваемость снижается. Это тоже объясняется тем, что в этом году у нас довольно хорошие показатели вакцинации против грипп. Порядка 60% населения это нам дает хороший показатель. Также противоковидные меры, которые мы все с вами соблюдаем, тоже нам дают положительные результаты. То есть мы с вами имеем социальную дистанцию, мы с вами носим маски, мы задали чаще мыть руки и мы меньше обнимаемся и целуемся. Но от коронавируса нам не избавиться. Теперь он станет новой реальностью, с которой придется научиться жить, заявили в надзорном ведомстве. Говорить о том, что циркуляция вируса у нас прекратится, нет никаких оснований. С большей долей вероятности мы утверждаем, что вирус с нами останется. Он может быть у нас сезонным. В области нужно сформировать коллективный иммунитет от новой короназаразы. Пока он составляет около 20%. Вся надежда на вакцинацию. По данным облздрава за последние 5 месяцев в наш регион поступило 19142 дозы спутника ВИ. Привили более 2,5 тысяч человек. Глава Депздрава призывает горожан записываться на вакцинацию семейными подрядами или дружными коллективами. Одна ампула вакцины рассчитана на пятерых человек. Прививочные пункты будут работать даже в субботу, 23 января. В субботу, 23 января 2021 года мы решили организовать работу медицинских организаций, в которых развернуты пункты вакцинации по режиму полного дня с 8 часов утра до 20 часов вечера, для того, чтобы максимально в выходные дни люди имели возможность прийти и провакцинироваться. Следующая вакцинация через 21 день. Вы понимаете, что провакцинировавшись в субботу, ваша вторая вакцинация выпадает на выходной день. То есть не отрывая себя от производственного процесса, от рабочего времени, вы также можете эту вакцинацию провести. Сейчас в регионе функционирует 43 прививочных пункта. Во Владимире от коронавируса пока не прививают в Орктрудовской больнице. Вакцинировать от ковида там начнут в понедельник, 25 января. А в шестой больнице ставить противокоронавирусные уколы не будут. Там ковидный госпиталь. Жители Юревца и микрорайона Энергетик возьмут на себя медики первой поликлиники. В облздраве отметили, пункты вакцинации будут открываться по мере поступления в регион новых партий спутника ВИ. Но в торговых центрах ставить прививки от коронавируса пока не планируют. Почему-то у нас в любое необычное место, но только не в медицинскую организацию. Но использование, скажем так, необычных мест, оно у нас лимитировано прежде всего необходимостью объективного осмотра пациента перед вакцинацией. То есть ставить палатку там дополнительную для осмотра, если рядом есть поликлиника. Вот если бы у нас одна точка вакцинации в том же самом городе Владимире была, это бы была одна проблема. Но к сегодняшнему дню у нас точки вакцинации открылись на базе всех медицинских организаций. Записаться на вакцинацию против коронавируса можно по телефону 122 через колл-центр поликлиник по месту жительства и сервис электронная регистратура Владимирской области. Елена Масленникова, Артем Михайлюта, 6 канал.